И жили они долго и счастливо. Бывает такое не только в сказке, но и в жизни. В июне этого года семья Кузнецовых исполнилась в 50 лет. В День Петра и Февронии покровителей семьи и верности супругов поздравляли не только члены семьи. Заворожила взглядом карий глаз, заставила сердечко биться учащенно, потом и в плен взяла. Своей улыбкой и красивой фигурой, умением общаться и внимательной быть. Всепоглощающая нежность в груди вдруг появилась. Это строчки из стихов, которые много лет назад Анатолий Иванович Кузнецов посвятил супруге. В этом добровольном плену кария глаз и улыбки Риммы Константиновны он уже 50 лет. Они познакомились за сотни километров от Чуваши в городе Вытигра, Вологодской области. Анатолий Иванович там работал в райкоме комсомола, а я была секретарем комсомольской организации детских учреждений города. Ну вот там встретились первый раз. Вот он обратил на меня внимание. Кузнецова вспоминают. По нынешним меркам свадьба была очень скромная. Букет невесте собрали практически под окном. Тогда как раз цвела сирень и черемуха. Кроме фотографий и воспоминаний того, пожалуй, самого счастливого дня, у них осталась та же нежность друг к другу и блеск в глазах. Они вырастили сына и дочь, которые им подарили внук и внучку. Но Анатолий Иванович продолжает писать стихи. Наши дети, рожденные в любви, а внуки наши вновь и вновь приносят радость и заставляют нас не торопиться в старость. Как говорят, все гениальное просто. Вот и их рецепт семейного счастья состоит из простых ингредиентов. Ну, любовь, наверное, любовь. Любовь и верность. Потому что, к сожалению, неверность того или другого часто причиной распада браков бывает. В этом мы верны друг другу были все 50 лет. Но самое главное – это мироощущение и взгляд на мир, и понимание, в чем смысл жизни. Поэтому по духу мы с ним оказались очень близкими. 8 июля с 2008 года в России отмечают как День семьи, любви и верности. С супругом Кузнецовым и другим семьям, которые отметили золотые и даже бриллиантовые свадьбы, в администрации Калининского района вручили подарки и медали за любовь и верность. Но, пожалуй, главный подарок к празднику – то, что спустя десятилетия любимый человек рядом. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Антон Вовк, Республика.